Я всех приветствую, добро пожаловать. Итак, после такого долгого перерыва мы с вами продолжаем наш плейлист по турецкому. И давайте посмотрим, какие фразы у нас сегодня. Так, я запущу презентацию. Прежде чем мы начнем изучать, давайте по традиции вернемся к нашему предыдущему уроку и посмотрим, на каких фразах мы остановились. Так, сделаю я свое изображение поменьше, и чтобы я не сильно загораживал перевод. Так, давайте вот так вот. Итак, фраза. Şimdi bana ne ilac ver your sunos, Dr. Bey. Сейчас какое вы мне лекарство даете? Давайте, давать на турецком будет vermek. Ver your sunos. Это как раз переводится даете, если мы с человеком говорим на вы. И посмотрим, какой у нас ответ. Я не даю вам лекарства. Ялнес просто или только. Это можно перевести как только. Ялнес кэндинези сэджак тутун. Кэндинези переводится вы себя. То есть вы себя держите в тепле. Сэджак также у нас переводится как горячий. Тутун переводится как держите. Если мы с человеком говорим на вы. Тутун. Например, кэндинези сэджак тут. То есть держи себя в тепле. Это если бы мы с человеком говорили на ты. Итак, давайте теперь перейдем на следующий слайд. И такие у нас фразы. И переводится это как так же. Так же после этого момента. Бундан сонра. Бу на турецком. То, что мы с вами изучили в самых ранних уроках. Это переводится как этот. Бундан сонра. После этого. Бундан сонра. Букадар. Букадар переводится до такой степени. Или до этой степени. Букадар беклемейн. До такой степени. Или так долго не ждите. Беклемейн. Беклейн. Это если бы у нас была положительная команда. Если бы мы хотели сказать ждите. Беклемейн. Это как раз не ждите. Ну и собственно это я и обозначил вот этим красным цветом. И вы можете так же подмечать закономерности. То есть мы говорим. Беклемейн. Ве динлемейн. Не ждите и не слушайте. Прочитаем эту фразу еще раз. Бирде. Бундан сонра. Ону. Букадар. Беклемейн. Ве динлемейн. Также после этого момента до такой степени. То есть не допускайте того, чтобы долго ждать кого-то. Имеется ввиду на холоде. Беклемейн. Ве динлемейн. Динлемейн. Это переводится как не слушайте. То есть не нужно никого ждать. Иначе можно угодить в больницу. Динле. Это если бы у нас была положительная команда на ты. Динле. Динлейн. Это слушайте. Динле. Слушай. Динлемейн. Это не слушайте. Так. И посмотрим. Посмотрим, какое у нас еще предложение. БИРЬ ХАФТАДЫР ЭВДЕ ОТУРАМЮЁРУС. ЧЮНКЮ ОНАРЫМ ВАР. БИРЬ ХАФТАДЫР. ХАФТА. На турецком само по себе слово. Это переводится как неделя. Всякий раз, когда у нас вот этот суффикс. Например. ИКИ АЙДЫР. Вот уже два месяца. Но в данном случае БИРЬ ХАФТАДЫР. И вот это, вот этот суффикс переводится как вот уже. Вот уже неделю. БИРЬ ХАФТАДЫР ЭВДЕ ОТУРАМЮЁРУС. Вот уже неделю. Мы не можем находиться дома. Мы не можем жить дома. Дом сам по себе переводится как ЭВ. ЭВДЕ. Это вот именно дома. Не можем находиться. ЧЮНКЮ. ЧЮНКЮ переводится как потому что. Потому что ремонтные работы имеются. ВАР вообще переводится как существовать, иметься. БИРЬ ХАФТАДЫР ЭВДЕ ОТУРАМЮЮРУС. ЧЮНКЮ ОНАРЫМ ВАР. И давайте теперь прочитаем обе эти фразы. БИРЬ ДЕ БУНДАНСОНРА БУКАДАР БЕКЛЕМЕЙН. ВЕ ДИНЛЕМЕЙН. И посмотрим, что у нас дальше. БИРЬ ХАФТАДЫР ЭВДЕ ОТУРАМЮЮРУС. ЧЮНКЮ ОНАРЫМ ВАР. И посмотрим. Давайте перейдем на следующий слайд. Мы уже это слово разбирали в предыдущем уроке. В чем заключается ваша жалоба? Если мы говорим Это если мы говорим с человеком на ты. НЕ – это что? НЕДИРЬ ЧЕМ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ? То есть ЩИКАЯТИНЬ НЕДИРЬ. Мы как будто бы спрашиваем ТВОЯ ЖАЛОБА В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ? ЩИКАЯТИНЬ НЕДИРЬ. И если мы говорим с человеком на вы, Мы скажем ЩИКАЯТИНЬ НЕДИРЬ. ЩИКАЯТИНЬ НЕДИРЬ. Мы как будто бы говорим ВАША ЖАЛОБА В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ? ЩИКАЯТИНЬ НЕДИРЬ. И посмотрим дальше. Здесь, поскольку в турецком языке Нету такого четкого разграничения Между местоимениями он и она, Поэтому тут у нас такое предложение ЩИКАЯТИ ВАРД ДОКТОРА ГИТТИ. Это может быть он, И это может быть она. То есть ЖАЛОБА У НЕГО БЫЛА ПОШЕЛ К ДОКТОРУ. Опять же таки По направлению к доктору. ДОКТОР. ДОКТОР БЕЙ. Это господин доктор. ДОКТОРА. То есть это К ДОКТОРУ ГИТТИ. К ДОКТОРУ ПОШЛ. Ну или ПОШЛА. ЩИКАЯТИ ВАРДЫ. Это уже когда у нас третье лицо. ДОКТОРА ГИТТИ. Соответственно, мы могли также сказать ОНУН ЩИКАЯТИ ВАРДЫ. О ДОКТОРА ГИТТИ. Это если мы будем использовать местоимение. Третье лицо, единственное число. Такая фраза. Мы уже с вами, когда возвращались в 33 урок, мы с вами изучили слово ЯЛНЫС. ЯЛНЫС. Так, давайте вот это уберу. ЯЛНЫС переводится как просто-просто-напросто держите себя в тепле. Так, такой перевод. ЯЛНЫС КЯНДИНИЗИ СЫДЖАК ТУТУН. Давайте теперь посмотрим вот на этот слайд. Здесь уже эти слова легко перепутать, но это уже другое слово. Это не имеет отношения к слову ЯЛНЫС. Здесь уже у нас слово ЯЛНЫШ. ЯЛНЫШ переводится как неправильный или неверный. То есть БИЗЕ ЯЛНЫШ ХАРЕКЕТ ЯПТРДНЫС. БИЗЕ в данном случае... То есть вроде как по направлению к нам, но если корректней перевести это на русский язык, мы скажем по отношению к нам. БИЗЕ ЯЛНЫШ ХАРЕКЕТ ЯПТРДНЫС. ХАРЕКЕТ переводится как движение. То есть по отношению к нам и показатель того, что мы говорим с человеком на вы, то есть это как раз-таки вот эти суффиксы. ЯПТРДНЫС. Не ЯПТРДН. ЯПТРДНЫС. БИЗЕ ЯЛНЫШ ХАРЕКЕТ ЯПТРДНЫС. По отношению к нам вы сделали неправильное движение. БИЗЕ ЯЛНЫШ ХАРЕКЕТ ЯПТРДНЫС. И смотрим, что у нас на этом слайде. И потом все это дело мы с вами повторим. Так, такая фраза. Давайте держать себя в тепле. КЕНДИ МИЗЕ СЫДЖАК ТУТАЛЫМ. И ТУТАЛЫМ – это всякий раз, когда мы обращаемся к кому-то с призывом. То есть, например, в новостных программах или какие-то обучающие программы там инструктор или профессор может сказать БЮЛЕ БАКАЛЫМ. Давайте посмотрим вот таким образом. То есть БАКАЛЫМ – это глагол БАКМАК. БАКАЛЫМ – это как раз... Давайте посмотрим. Здесь мы говорим ТУТАЛЫМ, ТУТАЛЫМ. КЕНДИ МИЗЕ СЫДЖАК ТУТАЛЫМ. Давайте себя держать в тепле. Ну, само по себе слово СЫДЖАК, оно может переводиться как ГОРЯЧИЕ. КЕНДИ МИЗЕ СЫДЖАК ТУТАЛЫМ. И такое у нас обращение к молодой девушке. КЮЧЫК ХАНЫМ. АННЕ НИЗЕ ДИНЛЕЙН. То есть ДЕВУШКА. КЮЧУК переводится как МАЛЕНЬКИ. То есть МАЛЕНЬКАЯ ЖЕНЩИНА. Ну, в данном случае ДЕВУШКА. КЮЧУК ХАНЫМ. АННЕ НИЗЕ ДИНЛЕЙН. ДЕВУШКА, СЛУШАЙТЕ ВАШУ МАМУ. То есть АННЕ НИЗЕ ВАШУ МАМУ. ДИНЛЕЙН. У нас уже на первом слайде было слово ДЕНЛЕМЕЙН. Это НЕ СЛУШАЙТЕ. А тут уже у нас такая позитивная команда. Мы говорим ДЕНЛЕЙН. СОУК ТА. АРКАДАШЛА. СОУК ТА. АРКАДАШЛА РНАЗ. БЕКЛЕМЕЙН. СОУК ТА. Это как раз в холоде. СОУК само по себе слово означает холод или холодный. АРКАДАШЛАРНАЗ. АРКАДАШЛАР. Это друзья. АРКАДАШ. Это друг в единственном числе. АРКАДАШЛАР. Вот суффикс ЛАР. Это показатель множественного числа. АРКАДАШЛАРНАЗ. АРКАДАШЛАРНАЗ. Это как раз показатель того, что мы воздействуем на друзей. То есть друзей не ждите. Вот то, что обозначено зеленым цветом. Давайте попробуем медленно еще раз прочитать. АРКАДАШЛАРНАЗ. АРКАДАШЛАРНАЗ. БЕКЛЕМЕЙН. Это как раз отрицательная команда. Не ждите. БЕКЛЕЙН. Это ждите. СОУК ТА. БЕКЛЕМЕЙН. Не ждите на холоде. То есть СОУК ТА БЕКЛЕМЕЙН. И прочитаем две эти фразы еще раз. КЕНДИМИЗИ СЫЧАК ТУТАЛЫМ. КЕНДИМИЗИ СЫЧАК ТУТАЛЫМ. И такая у нас фраза. КЮЧЮК ХАНЫМ. АННЕНИЗИ ДЕНЛЕЙН. СОУК ТА. АРКАДАШЛАРНАЗЫ БЕКЛЕМЕЙН. Всем спасибо большое за внимание. Да, был такой относительно долгий перерыв. Но теперь потихонечку, надеюсь, я буду возвращаться в привычный ритм. И мы с вами обязательно продолжим наше изучение турецкого. Я всех благодарю за внимание. И услышимся с вами очень скоро. Всем спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok